Девушки отдыхают. 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 Неизвестный мужчина, угрожая ножом, пытался завести его вглубь парка и там изнасиловать. Кур Валерий Степанович, начальник ГУБОС Украины у Ветставки, керував следовательную группу с расследованием этой криминальной справы. И только благодаря тому, что Иван занимался восточными единоборствами, ему удалось завладеть ножом злоумышленника и ранить живот нападавшего, что привело к смерти. Мы бы поверили в версию убийства с целью самозащиты, но было слишком много «но». Саныч, кое-что интересное нашел. Мне кажется, его не в парке убили. Смотри. А что это? Ворс. Скорее всего, от пледа. Но он мог и дома прицепиться. Да, но есть еще кое-что. Асфальт мокрый, снег вокруг. А у нашего юриста подошвы практически сухие. Мне кажется, его убили где-то, завернули в плед, а сюда привезли. Мне он тоже подозрительным показался. Обычно подростки, когда убивают, убегают с места происшествия. А этот остался, еще и сам милицию вызвал. Ну что, Вань, едем к тебе, переночуешь дома, а утром вызовем родителей и побеседуем. А маму зачем? Маму не надо. Без мамы никак нельзя. Закон такой. Ты же несовершеннолетний. Да не похож мальчик на убийцу. Да, действительно не похож. Ира, что у тебя? Северниченко убили часа за полтора до того, как мальчик позвонил в милицию. Убийца левша. Это эксперт определил по расположению и направлению входного отверстия. Левицкий левша? Не знаю. Выясним. На орудии преступления пальчики только Ревицкого. А ведь мальчик утверждал, что юрист угрожал ему ножом. Где же тогда его отпечатки? Мы поняли. Настоящий убийца уговорил Ивана Ревицкого взять преступление на себя. Видимо, рассчитывал, что милиция не будет долго разбираться, а суд отнесется лояльно к 15-летнему подростку. Сушко Руслан Миколаевич, старший следователь из особенно важных дел ГСУ МВС Украины в отставке. Брав участь у расследований цей криминальной справы. Эту инсценировку убийца мог затеять, понимая, что подозрение тут же падет на него. А это был шанс быстро выйти на преступника. Юрий Александрович, на проходной ждет Светлана Ревицкая. Пусть заходит. Жень, ты давай езжай к жене юриста, поговори с ней. Ну, заодно и на работу к нему заедешь. Угу. Ира, а ты пообщаешься с друзьями Ревицкого? Может, выяснишь, чего? Хорошо. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайся. А где Иван? На улице. Я хотела прежде с вами пообщаться. Слушаю. Иван не убийца. Я в этом уверена. Он очень добрый, отзывчивый, порядочный. Его кто-то обманул. И вы знаете, кто? Нет, ну, я заметила, понимаете, я воспитываю сына одна. Работаю на фармзаводе. Жили очень бедно. Последние несколько месяцев Ванька начал домой деньги приносить. Он объяснил, откуда? Сказал, что на оптовом рынке после уроков подрабатывает. Ну, там, товар таскает, убирает, помогает что-то. Теперь я понимаю, откуда у него деньги брались. Тот, кто давал ему деньги, теперь требует ответную услугу. Пусть на себя убийство. А чем он занимался вчера вечером? Может, звонки какие-то странные были? Нет. Он куда-то выходил? Не знаю. Я вчера на ночную на заводе была. Когда вечером уходила, он дома был. Оперативник опытует дружину загиблого юриста. Виктор был известным адвокатом. Как видите, богатство не наше. Он был белой вороной юридической брачей. Никогда не помогал подонкам и негодяям. Может быть, Чаев? Нет, нет, спасибо. Я ненадолго. У него были враги? Я не знаю. Он никогда не распространялся о своей работе. А когда я пыталась расспрашивать, он или выводил разговор на другую тему, или просто отшучивался. У него можно носить личные вещи или документы. Эти кодовые замки создавают чувство безопасности, хотя на самом деле открыть их можно обычной выкруткой или ножем. У 90-ти дипломаты уже не такие популярные, как у 80-ти, хотя в них еще перевозили ценные паперы или и деньги. Такая лиза безсредно зникла после вбивства Виктора Сверличенко. А что было в дипломате? Документы. Виктор часто их приносил домой и работал до 3, а то и до 4 утра. Какое дело он вел перед смертью? Было одно дело. Он защищал сына своего одногруппника. Виталия Лукьянова. Я не знаю подробностей. Поведомление про загибель ведомого адвоката швидко просучилося в засоби масовой информации. Полищук Володимир Петрович, керівник Центру громадских связков МВС Украины у відставки, брав участь у расследованні цієї кримінальної справи. Журналісти пригадали всі нерозкриті справи проти юристів за останній час і назвали вбивство Сверличенка замовним. Від Міністерства внутрішніх справ вимагали швидкого та об'єктивного розслідування. Керівник слідчо-оперативної групи допитою підозрюваного у вбивстві Івана Ревицького. Ванечка, розкажи всю правду. Кто тебя подкупила или обманула? Да никто. Лови. Ещё один аргумент. Убийца Левша. Ванечка, Ванечка, умоляю тебя, прошу тебя, расскажи им всю правду. Ты же жизнь свою сломаешь, в тюрьму сядешь, а этот подонок будет гулять по улицам. Ванечка! Мама, мамочка, пожалуйста, да успокойся, всё будет хорошо. Ладно, езжайте домой, успокаивай свою маму, ещё раз хорошенько всё обдумай. Несмотря на признание Ревицького в совершении убийства, мы понимали, мальчик невиновен. Но кто заставил его взять вину на себя, мы не знали. Поэтому разработали оперативную комбинацию с целью поймать реального преступника, как говорится в народе, наживца. Отпустив Ивана, мы установили за ним круглосуточное наблюдение. Домашний телефон семьи прослуховывают. Из хлопца не зводят очей. Прямо два квартала за магазином налево метров 100 будет серо-коричневое здание. Спасибо. Пожалуйста. Прослуховування домашнього телефону та слідкування за Иваном Ревицьким не дають результатів. Жодного підозрілого контакту. Міліція сподівалася через хлопчика вийти на справжнього вбивцю. Але найвірогідніше, злочинец передбачив цю можливість і припинив усі контакти з Ревицьким. Тим часом слідча знаходить та опитує друга Ревицького Григорія Пучка. Гриша? Здрасте. Здрасте. Я из милиции. Мне нужно задать тебе пару вопросов по поводу Вани Ревицького. Хорошо. Подумай, может быть, ты знаешь, кто мог заставить, ну, или уговорить его взять убийство на себя? Ну да, знаю. Что, умереть сразу хочешь, или кровь по чуть-чуть попускать будем? Он бить умеет, чтобы следов не оставлять. Я знаю, что это отмычка ваших рук дела. Ты забываешься, майор. Хорошая, дорогая машина. А на кого будем оформлять? На меня. Больше никогда і ни в чому нуждаться не будеш. Безневинний підліток чи хитрый вбивця? Ким є Іван Ревицький? Дивіться просто зараз. Слідчі довго дивувалися, чому Іван Ревицький так уперто прикриває вбивцю. На думку друга підозрюваного, виною цьому палке кохання. Ревицький просто не уявляв свого життя без Ірини Лаврененко. Він оточив 60-річну дівчину турботою, дарував їй квіти. При цьому сама Ірина не тільки не відповідала на щирі почуття Ревицького, а й ставилася до нього зверхньо та несерйозно. Ванька її любить. Вона з нього дверівки б'є. Достали родители зі своїй дачі. Отстой. Ірина Лаврененко, 16 років, учениця середньої школи, номер 245. Лучше візьми її на прокат кассету. Прикупи вкусняшек. Фільмець какой-нибудь посмотрим. Дорога, малая. О, Саш, привет. Як дела? Нормуль. Вчера з братвою одного лоха присаднули. Поставили його, короче, на лаве. Поставити на лаве. На жаргоні вимагати гроші. Чого вилупился, лошара? Тащи баул, грузчик. Я не грузчик. Чого, борзий стал? Крутой? Тащись матью і не тявкає. Мала, може, виничка? Бах. Пойдемо ко мене? Давай. Сумки отнесеш? Там мама дома. Ір, а як ж кино? Такі дівки для конкретних бригадних пацанів. Іди до мене, мальчик, той кино. Ну погоди. Ванька, ну зачем она тебе? Ты стелився перед ней, стараєшся. Нас этим уродом пошла. Она ведет себя, як проститутка. Она не проститутка. І ще поймет, як сильно я її люблю. Івка крепко його на крючці держит. Всем рассказыває, що вони просто друзі, а як Ванька, тільки отходить. Вона йому сразу дает шанс, позволяє себе обнимати. А он как дурак, тається, ведеться. Убийство здесь при чем? Ну, Голубі вже бойовик в групіровці Нагана. Пацани кажуть, що він людей розстрілював. Я думаю, це він убив. А Іра просто Ваню поговорила. Или він запугав, що з нею щось зробить. Підозрюваного, на якого вказав друг Ревицького, привозять на допит. Олександр Голубєв, прізвись Коголуб. 18 років, учень профтехучилища номер 17. Садись. Ви состоїте в організованій преступній групіровці Нагана. І проти вас є свідчинні показання. Ми подозрюємо вас в убийстві адвоката Сверличенка. Що ви таке говорите? Це не правда. Я... я нікакого адвоката не убивав. Где ти бувачивав? В 7 часів вечера. На халтурі у старушці одной кран на кухні чинил. Я дам вам адрес, телефон. Проверьте. Ми тщательно отработали Олександра Голубєва і установили, у нього действительно железне алиби. Ни в якій групіровці ПТУшник не состоял і нікого не убивав. Він це все придумав, щоб повисити свій авторитет во дворі і добитися благосклонності девушек. Ми потеряли драгоцінне время, а діло об убийстві адвоката Сверличенка так і не здвинулося з міста. Ген, здравствуй! Геннадій Маслов, 34 роки. Слідчий Київського управління міліції. Слухай, ти ж вивдеш діло Виталия Лук'янова. А ми счас расследуємо убийство його адвоката Віктора Сверличенка. Дай мені з цим Виталием переговорити. Може, я найду якісь зацепки. По доказу Хилук'янова у мене все отлично. Сверличенко мало цим займався. Думаю, діла абсолютно не зв'язани. У ти все? У мене все. Ми несколько раз пытались по-хорошему договориться со следователем Масловым, щоб пообщаться с Лук'яновым. Але кожен раз встречали непонятне сопротивлення. Ми вважні були обратися к руководству київського главка і получить офіціальне разрешення на допрос Виталия Лук'янова. Я був против. Що ви творите? Через голову лезете? Почему же ты Маслов нам ставил палки в колеса, если у тебя все чисто? Мы допросили бы Лук'янова. И все. Я же сказал вам, не там іщете. Ты забываєшся, майор. Ну-ка, вийди отсюда. Подаши воздухом. Простите, товарищ полковник. Виноват. Присаживайтесь. Виталий, ми расследуємо убийство вашого адвоката Виктора Сверличенко. І як нам кажеться, його смерть связана з вашим уголовним делом. Я нічого не знаю. Маслов бил і запугивав вас? Можете доверять нам. Он мене обвиняет в убийстве моего соседа сверху, Костя Егорова. Костя бизнесменом был. У него постоянно п'янки, гулянки, шум, сами понимаете. У вас были конфликты? Ругались постоянно. Один раз даже чуть не подрались. У него просто музыка громко орала, а он ни в какую. А в этот раз у него там грохот какой-то. Ну, я поднялся сделать замечание. Дверь открыта, я вошел. Костя, ну какого хрена настал ты ж ж уметь, а? Ну, сколько ж можно с тобой ругаться? Костя, ты кто это? Я помогу, слушай. Господи, слушай, Костичек, нельзя вытаскивать. Господи, что? Скорая. Молния. Костя, я, ты, ты потерпи, а? Костя, Костя, ну ты держись, Костя. А потом пришла любовница Костина. Начала кричать, соседи милицию вызвали. А на ноже только мои отпечатки. Все ясно, Маслов не сильно заморачивался с поиском убийцы. Да. Он меня избивал, чтобы я все подписывал. А потом пришел Витя Сверличенко. Он адвокат хороший, честный. Я даже поверил, что на свободу выйду. Меня посадят? Я уверен, что ты не убивал. Я сделаю все возможное, чтобы ты вышел на свободу. Маслов тебя не тронет. Или я затаскаю его в прокуратуру. Так что же делать? Он не хочет и не будет искать убийцу. Главное, что он мешать на мне будет. Виталий, я в шаге от раскрытия преступления. Потерпи. Мне нужно еще кое-что уточнить. А его в тот же день и убили. Мне потом сказали, а Маслов за меня по новой взялся. А он бить умеет, чтобы следов не оставлять. И все требует, чтобы я на себя убийство Егорова взял. А адвокат мне рассказал вам, в каком направлении он вел расследование? С кем встречался? Нет. Мы отметили сходство почерка убийств предпринимателя и юриста. Проникающее ранение в полость живота, нанесенное острым предметом, похожим на нож, совершенное предположительно левшой. Сверличенко, пытаясь найти истинного убийцу Егорова, логически вышел на преступника. Мы решили пойти этим же путем. Мне с головы не идут слова, сказанные Егоровым перед смертью. Что он умел в виду под словом «молния»? У милицейской базе данных находят 5 человек, которые имеют шрами и татуювания в виде блискавки, або прозвища «блискавка». Их ретельно проверяют. Утім, жоден з них не причетний до вбивства Егорова чи Сверличенка. Минуло більше місяця з моменту вбивства Віктора Сверличенка, але слідство в цій справі майже не просунулося. Дружина загиблого потрапила з інфарктом до лікарні. Журналісти висували різноманітні версії, пов'язували вбивство адвоката з деякими відомими політиками, кримінальними авторитетами. Едине, що вдалося слідчим – об'єднати справу Сверличенка та Егорова. Служба зовнішнього спостереження продовжує стежити за Іваном Ревицьким, щоб спробувати через нього вийти на справжнього вбивцю. Ір, привет! Это тебе французская косметика. Класс! Откуда ты деньги взял? Будеш хорошо себя вести. Більше ніколи і ні в чому нуждаться не будеш. Обещаю я тебе. У Івана Ревицького вновь появилась крупная сумма денег. Ізменилося його поведення. Він стал намного увереннее себя вести со своими сверстниками і со своєю дівшкою. Ми предположили, у Ревицького появился знакомий, действие которого он покрывает і получається за це деньги. І цей неизвестний іметь огромне психологічне влияние на мальчика. О, Саша, привет! Не знаю. Наверное, да. Слідчі розуміють, аби знайти вбивцю Сверличенка, треба розкрити вбивство Єгорова. Тому активно беруться за цю справу і невдовзі знаходять свідка. Жінку, яка бачила в день убивства неподалік квартири Єгорова, підозрілого чоловіка в рукавичках із великою сумкою. Можливо, злочинця. На невідомого негайно складають фоторобот. Я уверен, що через нього ми вийдемем на вбивцю. Хорошо. Я пройдусь по інформаторам. Кто це? Предполагаємий вбивця. Показання жінчини-свидетелі Маслов в своє время просто проигнорировал. Мене другой вопрос интересует. Що происходит с Ревицким? Ведь кто-то же снабжаєт його деньгами. І хто-то оказываєт на нього більше влияние. Голубев доставлен. Заводи. Ви знову мене в чуду подозревать? Садись. Я не могу понять. Раньше ти нажав на Ревицкого. Тепер він на тебе. Що происходит? Ви об'ятом знаєте. В общем, возвращался недавно домой. Ну що, умереть сразу хочеш? Ілли кров'ю потю-чуть пускати будем? За що? Що я вам зробив? Ну що ж ти, на негано работаєш і сам дорожиш весь. Ні на кого я не работаю? Я учених, в бурсе, сантехник. Слухай сюди, сантехника. Що раз наїдеш на Ваню Ревицкого, я тебе кишки випущу. Усюк! Усюк! Увалийся. В общем, мужик серйозный. Я думаю, мог бы и убить. Этот? Вы знаете, там темно было, я не розглядел. Ладно, пока свободен. Відмычки. Сучасний крадій може спокійно придбати приладдя для відкриття замків через інтернет. Найпростіший набір злочинця коштує недорого. У кінці 20-го століття ситуація була іншою. Відмички для злочинців виготовляли майстри-підпільники і купити їх будь-кому було дуже тяжко. Першу професійну відмичку виготовив у середині 19-го століття американець Альфред Хоббс. Відтоді одні винахідники вигадували захист для замків, інші удосконалювали інструменти крадіїв. В арсеналі злодія кінця 20-го століття не менше десятка відмичок. Справжній професіонал може відкрити замок будь-якої складності. І це лише питання часу. Під час огляду місця вбивства Костянтина Єгорова оперативники знайшли відмичку з міткою літерами Н та Ф. І це був шанс вийти на вбивцю через майстра, який виготовив злодійський інструмент. Правоохоронці скористалися цим шансом. За допомогою інформатора у кримінальному середовищі слідча вийшла на майстра підпільника, що виготовляв злодійський інструмент. Василь Фомиченко на прізвисько Фомка, 65 років, слюсар. А що це ви на мене так смотрите? Дыру протрете? Я із милиції. А, да це у вас і так на лбу написано. Я не буду ходити вокруг да около. Я знаю, що це отмічка ваших рук діла. І она проходит по убийству. Так що, якщо не хочете проблеми, розповіте, для кого ви її зготовили. Узнаю її. деято полгода назад продав я набор інструментів одному. Зная только, що погоняло його було молнія. А свіл нас мой старий знакомий Сыч. Що-то вони там вместе мутили. Це молнія? Да. А як на нього выйти? Не знаю. Честне слово, розповіте Сыча. Детективи швидко встановили дані злодія на призвиську Сич. Це Артур Сичов. Але допитати підозрюваного не змогли. За три місяці до того Сичов нібито після нетверезої бійки помер від ножового поранення. Вбивцю так і не знайшли. Слідчі припустили, можливо, Сичова, як небезпечного свідка, прибрав невідомої вбивця. А чому ви відмічки ваше мічите ініціалами НФ? НФ означає на фарт, щоб удачу приносило фартовим людям. ми Мы были уверены, что быстро найдем убийцу адвоката. Но пока мы топчемся на месте. Через мальчика они вышли. По убийству Егорова тупик. С отмычкой тоже. У нас есть только фотороба. И это все за месяц работы. Шеф, снова на ковер вызывали? Да. У нас есть три дня для того, чтобы найти убийцу. Я нашел зацепки. Кажется, клюнул. Клюнул. Ого! Откуда здесь Ревицкий? Ты кто такой, дядя? Резикнути життям, аби впеймати убийцу. Кто выйдет победителем? Детективы чи злочинец? Не пропустите. Органайзер. Украй, потрібна речь для ділової людини. Тут есть отделение, где можно указать документы или деньги. Калькулятор для рассчитывания прибытов и потрат. А главное – записник. В него можно внести номер телефонов и даты заплановленных встреч. Такой сам органайзер допоміг следчим зрушити справу з місця. Давай рассказывай. Я еще раз решил осмотреть квартиру Егорова. Мне показалось странным, почему неизвестный влез в квартиру, когда хозяин находился дома. Ведь воры очень долго звонят в звонок. И еще, почему он ушел быстро, не взяв с собой ничего ценного. Ну? Я предположил, что убийца знал, что хозяин находится дома. И знал, зачем туда идет. В квартире Егорова я нашел вот этот органайзер. В нем запись накануне убийства. Чапаевка? Это где авторынок, что ли? Молодец. Я пробил по базе. Незадолго до смерти Егоров на авторынке продал свой джип за 9 тысяч долларов. А доверенность оформил у нотариуса Григория Бабенко. Ты думаешь, они связаны? Ну, можно отработать. И еще, я звонил к секретарше Сверличенко. Она вспомнила, что адвокат в телефонном разговоре упоминал такие слова. Машина, деньги, нотариус. Получается, что адвокат отправился прямо в осиное гнездо и погиб. В точку. У меня есть план. Будем действовать так. Машина классная, продавать даже не хочется. Ласточка! Не волнуйся, все будет хорошо. Я рядом. Машина хорошая, не спорю. Ну, может быть, еще пару сотен уступите? Девушка, имейте совесть. Я вам и так уже шесть сотен уступил. К вам можно? Да, да, пожалуйста. Прошу вас. Добрый день, молодые люди. Присаживайтесь. Чем могу помочь? Я хочу продать свой автомобиль по генеральной доверенности. Вот мои документы. Джеб. Хорошая, дорогая машина. А на кого будем оформлять? На меня. Пожалуйста, ваши документы. Я прошу прощения, на минутку вас оставлю. Хорошо. Кажется, клюнул. Клюнул. Ого. Откуда здесь Ревицкий? Клиенты в офисе. Продавец мужчины. Вот это ваш шеф. Все понял. Вызывай базу, срочно ответьте. Мы удивились, увидев Ивана Ревицкого возле нотариальной конторы. Немедленно связались с наружкой, оперативной службой наружного наблюдения. Те доложили, что работают с объектом по круглосуточному графику. И не так давно Иван вошел в свою квартиру и оттуда не выходил. Позже нам удалось выяснить, как мальчик перехитрил наших коллег. Оказавшись в квартире, он через балкон перебирался на пожарную лестницу и уходил от службы наблюдения. Продавца поздравляю с удачной сделкой, а покупателя с удачным приобретением. А это вам за работу. Спасибо. Обращайтесь. Всегда рад помочь. Хорошего дня вам. И вам тоже. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Ревицкий здесь. Хорошо, что он не знает нас в лицо. Вас подвезти? Нет, нет, спасибо. Я своим ходом. Берегите ласточку. Всего хорошего. До свидания. Срідчі припускали. Иван Ревицкий повязаний зі злочинцем. Але не подозрювали, що зовні інтелігентний та приємний хлопець працює на кривавого вбивцю. Вочевидь, 15-річний підліток не викликав підозр у майбутніх жертв. Іван прослідкував за псевдопродавцем літного автомобіля аж до самої квартири. Детективи розуміли, оперативникові загрожує смертельна небезпека. Підозрюваний з'явився у квартирі правоохоронця за 50 хвилин. Відкрив замки відмичками і приготував зброю. Ну що, читатель? Где деньги за машину? Отдаш, будеш жити. А нет, смотри, як у мене игрушечка є. Доназві, це ігрушка. Вот це ігрушка. Нож на пол. В руки, щоб я бачив. Ну що, Вань, як діла в школі? Нормально. Так, смотри. Молнія. Так от, чому Єгоров перед смертью говорив, молнія, молнія. Слідчі швидко встановлюють особу затриманого. Це сорокарічний Сергій Нагинський. Колишній водій, раніше несудимий. Трій. Ознакомьтесь. Що це? Це ваше з нотариусом подвиги. Трое людей, які продали машину, вже в могилі. Восім ограблено. Будемо считати, що восьмерим повезло. Расскажіть об'убийстві адвоката Сверліченко. А що розказувалися? Работав я без Ваньки. Сверліченко мене выследив, я думав, він мент. Оказався адвокатом. Ти хто такий, дяде? Я адвокат того человека, который із-за тебя, мрази, сидит в СИЗО по незаконному обвинению. В'общем, я завернув принципиального адвоката в пледик і ввез в парк. Дальше що? Ванька все взял на себе, але не проконувала. Як ти втянув Івана Ревицкого в кримінал? А він мій сон. Ми коли-то з його матерю розшліся, тут недавно він мене сам знайшов. Здраствуйте, тобто, здраствуй, папа. Ты хто? Ось, фотографії, я знайшов їх у мамы. Ванька? Пап, почему ты нас бросил? Я вас не бросал. Когда-то давно твоя мама, в общем, у нее появился другой, и она запретила мне с тобой видеться. Ванька! Я його обману. Мене було стыдно признаться, що я... Так, когда бросила його с матерью, і вшел до другої жінки. Ну, с личною жизнью не сложилось. Одна, другая. А тут сын. І ти рішил зробити з нього настоящого преціпника. Мужчину. Ну, я чоловік конченый. Перекати поле. С мене вже нічого не вийде. А вот Ванька. Ванька душевна. Давайте так, я вам все расскажу, но с одним условием. Ваньку вы оставите в покое. Не ломайте ему жизнь. Ты давай рассказывай, а мы подумаем. Сергей Нагинський виконав обіцянку. Він розповів слідчим про всі епізоди своєї злочинної діяльності. Він до останнього виправдовував сина, брав вину на себе та перекладав на нотаріуса Бабенка. А за п'ять місяців був в суд. Нотаріусу Григоріїві Бабенку присудили сім років позбавлення волі. За три вбивства та вісім пограбувань Сергії Вінагинському дали найвищу міру покарання. Довічне ув'язнення. Зусилля батька та слідчих, які виконали обіцянку, не були даремними. Іванові Ревицькому присудили три роки позбавлення волі умовно. Нотаріус Бабенко вже давно на волі. Злочину без покарання не буває.